Виктор работал на местном предприятии, водителем лесовоза. Доставлял древесину на лесопилку из таежного леса. В выходные дни Виктор обычно ходил походиться на зайца или куропатку. Таким образом, обеспечивал свою семью мясом, но лишнего никогда не брал. В один из осенних дней Виктор отправился за брусникой. Но, внезапно, он услышал какой-то звук. Это было какое-то протяжное скуление, скорее завывание. Виктор удивился и насторожился. Странно, похоже на волчье завывание. Но почему днем? А, потом подумал, а, вообще-то, звери иногда ведут себя непредсказуемо, так что не стоит удивляться этому. И пошел дальше, повернув в сторону деревни. Но тут же, этот странный звук усилился и уже не прекращался ни на секунду. Стал каким-то истошным и жалобным. Виктор остановился и решил, все-таки, узнать, что там происходит. Он осторожно раздвинул кусты и обомлел от увиденного. На траве, под кустом, лежал волчонок-подросток с окровавленным, рваным ухом и глубокой, сияющей раной на боку. Он лежал, не двигаясь, жалобно скулил, как будто плакал. Виктор кругом огляделся, но его сородичей не увидел и понял, что он здесь совсем один. Заметив Виктора, волчонок не зарычал, не оскалился. Он просто замолчал и с какой-то мольбой в глазах смотрел на мужчину. Виктор, как охотник, понимал, что волчонок эти раны, скорее всего, получил во время охоты на кабана, который оборонялся и поранил его своими клыками. Видно, еще неопытен и не рассчитал свои силы, подумал он. Оставлять здесь тебя нельзя, рана на боку очень глубокая, такую не залижешь, как делают обычно звери. Виктор, осторожно, подошел к нему, присел на корточке, чтобы тот понял, что этот человек не хочет причинить ему вреда. Виктор протянул к нему руку, погладил его по голове, а потом снял свою куртку и положил волчонка на нее и спешно отправился в деревню. Дома он все рассказал жене. И они решили оставить его у себя, вылечить, подкормить его, пока не наберется сил. А потом, будет видно, что с ним делать дальше, возможно, волчонок сам решит, где ему лучше быть, у нас, или в дикой природе, решили они. Аня обработала и зашила волчонку рваную рану на боку. Вскоре рана зажила. Виктор смастерил ему большую, добротную будку. Волчонок был чисто серый и они ему дали кличку серый рваное ухо. Так он прижился у них. Прошел год. Серый стал большим, сильным волком, по поведению, добрым. Но, на односельчан он все равно нагонял какой-то страх. Ведь, это же волк, говорили они и уже начали высказывать свое недовольство, негоже держать волка во дворе дома. Пришлось закрыть серого в большом вольере, который соорудил для него Виктор. Вскоре, серый затасковал, у него пропал аппетит, и он начал выть на всю деревню. Виктору было неудобно перед односельчанами за эти ночные песни, исходящие от серого. И, наконец, семья, посоветовавшись друг с другом, решила отпустить его в дикую природу. И одним поздним вечером Виктор открыл вольер. Серый поглядел на всех внимательно, как бы прощаясь, и умчался в темноту. С тех пор они больше его не видели, но были рады за него, что он зажил вольной жизнью, как подобает этим зверям. Прошло два года. Виктор, как и раньше, собрал снаряжение и отправился похотиться на зайца. Шел по лесу, глядел по сторонам, любуясь кружащимися в воздухе белыми снежинками. Зимний пейзаж тайги завораживал. Виктор шел по просеке, а потом свернул в лесную чащу и, тут же, внезапно, вскрикнул от боли, он ногой угодил в большой капкан, видимо, поставленный браконьерами на крупного зверя. Благо, на нем были толстые плотные валенки, иначе ногу бы раздробило. Но он идти дальше все равно не мог. Вскоре нога опухла, и Виктор понял, что у него скрытый перелом. Острая боль разливалась по всей ноге, и он присел на свой рюкзак и стал думать, как ему дальше быть, каким образом добраться до деревни, тем более уже темнело, до деревни еще далеко, и вскоре Виктор принял решение ползти. Скрипя зубами, он полз к краю леса, а там уже и деревня за полем, думал он. Уже вечерело, но останавливаться нельзя, иначе замерзну, размышлял Виктор. А самое страшное в это время волки, если они учуют беспомощную добычу, то не сдобровать, они же со мной в любой момент разделаются, со страхом в душе думал Виктор. И только он об этом подумал, как в то самое время сзади послышался волчий вой, а потом слева и справа. Виктор понял, что он окружен волками и уже смирился со своей участью, надеясь только на чудо. Внезапно прямо перед ним появился огромный матерый волк, по всей видимости вожак стаи. Он стал приближаться к мужчине, но неожиданно остановился. «Ну вот и все, мне конец», — с ужасом подумал Виктор. Но вдруг он увидел, что у этого волка разорванное ухо, и забыв про весь этот ужас, он вспомнил серого, у которого также было разорвано ухо. Виктор уже был почти уверен, что это тот самый волк, да и волк тоже по запаху узнал своего спасителя. «Серый, серый, рваное ухо. Вот мы и встретились», сказал Виктор. Когда волк услышал его голос, он завилял хвостом и дал понять, что узнал его. В этот момент другие волки стали приближаться сзади, рыча искались. Серый понял хищное настроение своих сородичей, злобно зарычав на них, он снова посмотрел на Виктора, дав понять, что он помнит его и ему бояться нечего. Виктор тоже поглядел серому в глаза и пополз дальше, даже почти забыв про боль в ноге. Доброта волка к нему в это время затмили эту боль. Серый сопровождал Виктора в пути, пока тот полз, время от времени рыча на сородичей, чтобы не приближались к нему близко, и поэтому стая шла поодаль. Через два часа Виктор дополз до деревни. Серый еще раз внимательно посмотрел на Виктора, постоял немного, потом развернулся и убежал в лес к своим сородичам. Виктор посмотрел ему вслед. «Спасибо тебе, серый, рваное ухо. Спасибо, дружище, что ты не забыл меня и спас от гибели. Может, мы еще встретимся. Я пригожусь тебе», с радостью в душе подумал Виктор и постучал в дверь своего дома. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.